Это история о жителях хантамансийского округа, о женщинах, которые были героями не воюя, которые погибали, страдали и голодали, работая на благо фронта. В годы войны из маленького села Юильск, уходя на фронт, мужчины оставляли родовые зарубы на дереве, олицетворяющем связь с родной землей, ветви которого давали силы и надежду на возвращение. С Юильска на войну увозили очень многих. В то время на берегу, на пристани сосна росла, зарубки делали на сосне. Это вот по старинному обычаю. Старших мужчин почти не было, только старики были, потому что репрессии до этого были, только подросли молодые ребята. И уходят на войну. Больше 30 человек. Из них вернулось 5 или 6. Это история, документальная история. Мы разговаривали с нашим сотрудником Тимофеем Алексеевичем. И от его рассказов родилась вот такая идея, когда он начал рассказывать о том, что солдаты оставляли зарубы перед тем, как уйти на фронт. И от этого услышанного у меня родилась идея назвать программу «Ветви Победы». Именно дерево, ветви, победа. Зарубки делают всегда. Народ встречается где-то в память о том, что они встретились, все свои знаки оставляют. Тамга есть термин. У каждого рода своя тамга. Вот эту тамгу ставят, зарубают на деревья. Много лет пройдет, его дети, внуки придут, дедушка им и покажет. Вот ваш прадед или кто вот отсюда на войну уходил. Это летопись. Летопись народа по деревьям. Вот в лесу, если ходить внимательно, то много-много таких зарубок встречается. Обычно среди ханты принято затесами деревья нельзя рубить. Не ты затес поставил. Значит, для чего-то она поставлена. А мы просто не знаем. Сейсморазведка жила, там в Юильске работала. Сейсморазведчики срубили. Ну, это люди, которые приходят, не зная истории. Это такие вот люди. Они больше не любят. Трудно документальный материал перевоплощать в художественном действии. И приходится где-то утрировать. А это же документальный материал. Ты не можешь обманывать, получается, зрителя. И вот ты ищешь разные варианты, как это сделать более точно. Мы начинаем это с того, что это стойбище, условно, да, народов ханты и манси, где идет своя бытовая какая-то жизнь. Веселятся, радуются. Да, ну, приходит такая весточка, и нужно идти на фронт. И с этого же стойбища они уходят, делают эти свои родовые зарубы. Они уходят, у них были там стрелы, луки всякие, да, вот их, такие инструменты. Они оставляют и вместо этого берут ружья. Уходят с этого стойбища. Без участия тех же солистов Югры, да, ДК «Октябрь», без участия концертно-театрального центра Панкова, Михаила коллектива, мы бы, ну, не сказать, чтобы не справились. Но они нам очень сильно помогли в этом. Коллектив солисты Югры, это ДК «Октябрь», и хореографию взяли концертно-театрального центра «Югра Классик». Они нам помогали в хореографии, а ДК «Октябрь» в вокальном плане нам обеспечивал программу. Ну, вот, ну, и также мы использовали коллектив окружного дома народного творчества. И вот, в принципе, три основные составляющие участников в этой программе, которую мы использовали. Нас пригласили поучаствовать в этом проекте «Ветвы Победы». Мы, конечно же, откликнулись. Мимо таких мероприятий проходить просто нельзя. Думаю, мы, конечно, соответственно, своему возрасту принимали участие, были мамами, которые провожали сыновей на войну. До свидания, мальчики, мальчики. Наша задача была показать наш женский труд во время войны. Трудились в тылу в то время. Дрова в лесу, как говорится, колоть и лес валить, и рукоделем много заниматься, и обвязывать, и вязать теплые вещи. Все это мы в этом спектакле показали. Сама тема Великой Отечественной войны, она не может не тронуть, как бы, тут уже неважно, какая история, чьей судьбы, какого народа. Она общая, это и беда, и общая радость этой победы. Вот, а меня, ну, как бы, тронуло то, что мы отобразили именно ту сторону, не вне военных действий, а отобразили мирное, как бы, в тылу то, что происходило. Это как женщины всеми своими силами помогали мужчинам, которые ушли. Они и ловили рыбу, и валили лес, и у них были какие-то и свои бытовые занятия, они и пушниной снабжали. Ну, то есть наш округ очень большой вклад внес в помощь фронту, и, ну, и это и хотелось показать, это мы и показали. Как бы, в самой постановке нет каких-то открытых военных действий. Там есть такой трагический момент. Жена, когда она работала по добыче рыбы, она запутала в сетях и утонула. Вот, а он в это время спит на фронте, у них там между боями, привал. И вот он в кошмаре, ему просто на таком уровне, знаете, на расстоянии, он чувствует, видимо, что что-то произошло. Она там тонет, а он здесь подрывается от взрывов, от стрельбы, и начинает просто стрелять в разные стороны, не понимая, что произошло. Это все, в принципе, трагедия. Вот все, что там есть, неважно, стреляют там, умирают там или нет, оно, в принципе, по своей сути, это трагедия. Большая трагедия, большой страны. Каждая женщина прослезилась, и вообще наш коллектив настолько проникся этим спектаклем, по-моему, равнодушных вообще не было. По-моему, каждая участница очень среагировала трогательно, прослезилась, и когда мы уже просматривали материал, мы как будто прожили это по-настоящему. В нашей памяти вы живы и с нами, и бессмертных полков гордое знамя. Выше неба летит над облаками, подвиг ваш не забыт, он на все времена. Прозвучало три композиции вокальные, и все они русскоязычные, и все они были направлены на то, чтобы просто более ярко, более понятно донести саму суть. А все остальное, лексика движений, лексика хореографии и сама постановка, она уже говорила именно о народах Ханты и Мальсии. И это параллель вроде бы русскоязычная и уже более узнаваемая военных лет песня, а картинка у тебя абсолютно аутентичная, можно сказать, более фольклорная. И вот этот вот разрез, он мне показал очень интересен. Подвиг ваш не забыть, он на все времена. Тех, которых я знал, застал фронтовиков, мало кто любил рассказывать про войну. Редко-редко, когда рассказывали. У меня по ненецкой линии дядя, это младший брат моей бабушки на войне был, он практически про войну и не рассказывал никогда. Очень много рассказывал, интересный был рассказчик, но про войну всегда молчал. Нет в России семьи, которой действительно война не коснулась. В моей семье тоже ушел мамин отец, и когда он ушел на фронт, оставил трехлетнюю маму. У мамы моей еще память почти не открылась на тот момент, но она какой-то фрагмент очень хорошо помнит, когда отца провожали. Было очень много народу, все плакали. Она держалась за подол бабушки, мать отца. И помнит, что как мужчина поднял ее на руки наверх, подбросил и сказал, что я вернусь, привезу тебе много-много конфет. И вручил ей длинный леденец. Вот раньше такие были длинные леденцы, он вручил ей эту конфету. Ах, война, что ж ты подлая сделала, вместо свадеб, разлоки и дым. В спектакль не вошло. Каждый хант, это тоже по древнему обычаю, когда уходил на войну, ремень дома оставлял. Если ремень с крючка упадет, значит он умер. И как по рассказам рассказывает, что кто вернулся, у тех так и в углы висели ремни. А кто не вернулся, так и упали. Темная ночь, только пули свистят во степи, только ветер гудит в провода, пускло звезды мерцают. Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом Народного Творчества проводит такой фестиваль, называется он «Салют Победы». И мы готовили эту программу именно под этот фестиваль, для участия в этом фестивале. В нем приняли участие не только мы и наша программа, в нем приняли участие практически весь округ. Мы стали как бы лауреатами в первой степени. Мы еще эту программу параллельно подали в Союз театральных деятелей России. И там мы тоже за эту программу взяли первое место. При первой же возможности, когда мы выйдем из этой самоизоляции, когда мы уже начнем работать, мы ее и обещали, и сами настроены на то, чтобы ее показать. Конечно, будет как бы обидно очень, если она останется вот так вот на видеозаписи. Четыре военных года верно прошли. На широкой военной тропе кто руки оставил, кто ноги оставил. Жизни чьи-то погасли. Совсем. Деточки, наши деточки, помните, не забывайте, священной земли соболиных коленей цена велика. Со многими судьбами она перевита, кровью залитая вся. Помните это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова